Вы смотрите Информбюро, мы продолжаем выпуск. Настоящий курятник обустроила в своей квартире пенсионерка из Алматы. Соседи жалуются на невыносимый запах и насекомых. Ведь, по их словам, женщина еще и собирает мусор в своей двухкомнатной квартире. Годами они не могут заставить ее навести порядок. Как решить эту проблему узнавала Одина Смогулова. Масочный режим вынуждены соблюдать жителям многоэтажки вот уже 30-й год подряд. А все потому, что их 81-летняя соседка устроила в своей квартире курятник и настоящую свалку. И двушка стала рассадником блох и насекомых. А домочадцев пожилой бабушке заменили куры. Под петушиный крик соседям приходится встречать каждое утро. Будильник однажды не завел, потому что петухи будут. Они ползут вот прям по стенке, через окна попадают в дом. Вонь невозможная. Все закрываются носы руками, футболками. Помойки очень чище, чем в доме. Это жилой дом. Буквально через час у подъезда мы встретили дочь той самой пенсионерки. Оказалось, что живет она двумя этажами ниже и со своей матерью практически не общается. На любые наши вопросы отвечать отказалась. Не смейте ходить туда. Вы так уворуете все. Сейчас мы поднимаемся на седьмой этаж. Именно здесь и живет та самая пожилая женщина, которая вызвала весь этот переполох. И попытаемся поговорить с ней. Радушной хозяйкой ее точно не назвать, говорят соседи. Чтобы достучаться до нее, понадобилась помощь участковых инспекторов. Пройти в эту злополучную квартиру нам удалось лишь спустя несколько неудачных попыток. Это с помощью участковых. Они говорят, что дверь была заперта изнутри. Но когда мы попытались пробраться сквозь эти мусорные дебри и невыносимую вонь, найти хозяйку этого убранства так и не удалось. Но зато нас встретили ее домашние питомцы. Здесь в одной из комнат она соорудила своеобразный курятник. В попытке избавиться от антисанитарии по соседству, жители обращались во все инстанции. Писали коллективные жалобы в полицию Акима, добеседовали и с самой хозяйкой. Но добиться результата так и не смогли. Ответственность по таким вопросам именно возлагается сотрудникам СЭС. Они, инспекторы СЭС, должны выехать по месту жалобы, то есть заявления и провести проверку. СЭС могут наложить административный штраф в рамках своей компетенции. Лишь после заключения санитарной экспертизы жильцы могут обратиться в полицию или к участковому. Они совместно с сотрудниками Акимата должны в свою очередь обязать пенсионерку провести генеральную уборку или же привлечь к делу соцработников. Одина Смогулова, Влад Шишко, Информбюро Алматы.